Всем привет! Привет, друзья! В сегодняшнем выпуске раскрываем тему предпринимательства в Чехии, которой нам поможет наш друг Александр Литвиненко, который много времени провел уже в Чехии, имеет большой опыт и расскажет более подробно, что же такое жирностетский лист. Саш, тебе слово, первый вопрос, что же такое жирностетский лист? Это частный предприниматель, то есть это по сути разрешение на занятия предпринимательской деятельностью. Бывают нескольких видов. Какие виды? Реальные виды? Четыре вида. Свободная, ремесленная, регулируемая и лицензионная. Саш, кто может оформить жирностетский лист? Жирностетский лист может оформить иностранец, который находится в Чехии по любой визе свыше 90 дней, а также иностранец, который является гражданином другой страны, например, Евросоюза, и даже турист, то есть человек по безвизу, но там есть определенные ограничения. Оформить он может, но он не получит регистрационный номер, пока не предоставит выданную консульством Чехии в его стране визу для пребывания здесь с целью предпринимательской деятельности. Хорошо. Что такое регистрационное число? И это регистрационный номер, называется ИЧО, который выдает орган управления государственного... Непосредственно уже в Чехии, я так понимаю. Да, конечно. И этот номер, который можно проверить на сайте жирностетского реестра, и он указывается везде в налоговых документах, в документах на социальное, пенсионное обеспечение и так далее. Хорошо. То есть, если, допустим, человек решил приехать сюда по долгозрочной визе, там, скажем, 90 дней, что ему для этого еще нужно, помимо визы? Для того, чтобы получить предпринимательскую визу в Чехию, именно как частный предприниматель, потому что есть еще предпринимательская виза, это участие в юридическом лице. Мы сейчас говорим только о частных предпринимателях. Он должен собрать необходимый пакет документов, который включает в себя первичную регистрацию, как частного предпринимателя, без ИЧО, потому что у него еще нет долгосрочной визы. Предоставить документы о месте, где он будет заниматься этой предпринимательской деятельностью. Ну, например, девушка хочет заниматься массажем. Она массажист, она должна предоставить документы для консульства. Также консульство требует показать выписку со счета. Полный список документов, которые требуют консульства для открытия этой визы, есть на сайте консульства Чехии в любой стране. Следующий вопрос. Какие налоги и сколько нужно платить в месяц, год? Те люди, у которых нет ПМЖ в Чехии, и которые не являются гражданами Евросоюза, они не имеют права на государственное медицинское страхование. Соответственно, они платят только отчисления в пенсионный фонд. Ну, если быть точнее, чешское, с права социального обеспечения. Они платят отчисления в размере 2544 кром в месяц, минимально, и больше в зависимости от подаваемых ими деклараций в налоговую и вслед за ними отчетов в орган социального обеспечения. То есть, чем больше зарабатываешь и больше показываешь прибыль за прошлый год в отчете, тем больше будет размер отчисления в пенсионный фонд. Хорошо, получается, эта декларация идет у нас раз в год, да? Да, декларация подается, ну, это мы немножко перескакиваем уже, да, декларация подается раз в год до 1 апреля за предыдущий год. Орган социального управления, ну, будем называть его пенсионный фонд, здесь называют социалка, не знает, как предприниматель успешно он в этом году работал или, наоборот, простаивал, поэтому платится минимальное отчисление, которое составляет 2544 крон в месяц. А дальше, после подачи отчета, ему либо вернут часть денег, если он заработал меньше определенной суммы, установленной законом на этот год, либо попросят доплатить, собственно. Для этого и подается отчет, чтобы понять. В рисах или минусах? Да, да, по налогам. Для тех, кто имеет ПМЖ в Чехии, либо является чехом или гражданином другой страны ЕС, также возникает необходимость отчислять взносы на государственное страхование. Этот взнос на сегодняшний день, в 2020 году, составляет минимально 2352 кроны. То есть, одним словом, если ты чех, или у тебя ПМЖ, или ты другой гражданин другой страны ЕС, например, ты француз, и ты приехал в Чехию заниматься предпринимательской деятельностью, открыл массажный салон или, не знаю, еще что-то делаешь, то ты уже обязан платить не только отчисления в социалку, пенсионный фонд, но и в государственную страховую компанию. Более того, если мы уже коснулись вопроса налогов, должен отметить, что министр финансов Чехии предложила внести изменения в налоговое законодательство, согласно которому те предприниматели, которые не превышают оборот миллиона крон в год, смогут отчислять единый налог. И, наверное, для кого-то это будет выгоднее, потому что им достаточно будет платить один налог, и понимание того, куда сколько отправлять, почему туда столько, туда столько, и так далее, и так далее. Все зависит от оборота. Да, но вот это новинка, это утвердил парламент, и с 1 января 2021 года эти изменения вступают в силу, и касаются тех, у кого оборот за прошлый год не превысил одного миллиона крон. Следующий вопрос. Нужна ли страховка для живностейского листа? Тут все сложно. Тут нельзя однозначно ответить на этот вопрос, потому что зависит от ситуации. Если человек использует предпринимательскую деятельность как дополнительную деятельность, то он страховку дополнительно не платит, потому что основная его деятельность – это трудоустройство, и работодатель за него платит взносы в государственное страхование, пенсионное страхование и подоходный налог. То есть, я сейчас тебе перебью, это получается пример. Я работаю на заводе, и я хочу дополнительно открыть какую-то деятельность частного предпринимателя, то есть я страховку не оплачиваю. Если доход от предпринимательской деятельности не превысит твой основной доход, сумму твоего основного дохода, то есть, скажем так, если зарплата на заводе 20 тысяч крон, а дополнительно ты, как частный предприниматель, в свободное время зарабатываешь 30 тысяч крон, то получится, что некоторые налоги нужно будет доплатить. То есть отчисление в пенсионное страхование и подоходный налог, там они будут смотреть, где больше было оплачено, и либо тебе вернут часть, либо попросят доплатить, согласно подаваемой декларации. Если твой доход от предпринимательской деятельности, которой ты занимаешься в свободное время, не превышает сумму основного дохода с работы, то платить отчисление в пенсионное страхование не нужно будет, а страховка тоже, ее не нужно будет платить, потому что, как мы уже говорили, у тебя нет еще ПМЖ, соответственно, у тебя нет обязанности платить обязательно государственную страховку. Понял. Сколько нужно денег, чтобы переехать в Чехию и открыть ЧП? Вопрос не предусматривает однозначного ответа, потому что здесь немножко не так его нужно задать. Для того, чтобы переехать в Чехию и открыть ЧП, нужна просто любая долгосрочная виза, выданная сроком свыше 90 дней, потому что есть трехмесячные визы, сезонные, они не подходят. Поэтому открыть ЧП несложно с любой визой. Значит, открыть ЧП может студент, может жена-муж на воссоединении, ребенок от 18 лет, как мы уже говорили, любой иностранец, который даже не имеет визы, он открыть может, но он не может работать по этому живностенскому листу. Сколько нужно денег, чтобы переехать? Смотрите, все зависит от того, чем вы планируете заниматься. Вот сколько денег нужно массажисту? Ему нужно снять помещение, купить какое-то оборудование, купить, я не знаю, полотенце и так далее, для того, чтобы заниматься его видом деятельности. Дальше. Девушке, которая планирует делать маникюр, нужны другие вещи, лампы и так далее. Поэтому нет ответа на вопрос, сколько нужно денег. Денег нужно столько, сколько вам нужно было для того, чтобы этим заниматься в вашей стране. Все аналогично по странам идет, просто нужно определиться, с чем ты будешь заниматься, потому что в каждой сфере, я так понимаю, есть свои нюансы и свои вопросы. И каждый вид предпринимательской деятельности предусматривает либо наличие помещения, либо наличие массажного кабинета, либо наличие офиса, где вы будете предоставлять услуги, турагентство, тоже предпринимательская деятельность. Если вы там занимаетесь мебелью, значит вам нужен какой-то мебельный цех. То есть все зависит от того, чем вы будете заниматься и предусматривает ли эта деятельность наличие обязательно офиса или кабинета, или какой-то комнаты, если это перевозки автомобилей и так далее. То есть вот от этого. Вот как раз переходим к следующему интересному вопросу. Какие могут быть последствия, если работаешь на черную? То есть, например, это как раз маникюрные, маникюр на дому, стрижки, может быть, на дому пришел быстро кого-то подстриг и так дальше. То есть, если это нарушением, и могут быть какие-то последствия? Естественно, в любой стране и в вашей стране, где вы нас смотрите, это нарушение. То есть предпринимательская деятельность без регистрации, без уплаты налогов, конечно же, это нарушение. Государство хочет, чтобы вы с ним поделились своей прибылью и устанавливает правила. Поэтому и здесь это нарушение, это нарушение живностенского закона. И если сотрудники живностенского уряда, то есть этого органа государственного управления, который выдает эту лицензию, регистрационный номер, об этом узнают, либо придут с проверкой, конечно же, они могут дать штраф. Какой не скажу, потому что это всегда индивидуально в зависимости от степени нарушения. То есть насколько это было грубое нарушение закона. Может человек 10 лет делал ногти в квартире и об этом узнали. А может быть он просто где-то вечером кому-то обои поклеил, заработал тысячу кром, и в принципе об этом кто-то узнал или не узнал. Вопрос, узнает ли об этом тот орган, который выдает эту регистрацию, лицензию. Этот вопрос оставим открытый, потому что быть может все. А практика показывает то, что если я скажу, что половина Чехии работает без регистрации, это будет корректно или нет? Хорошо. Можно ли с помощью предпринимательства привезти семью в Чехию? Опять же, тут мы немножко по-другому поставим вопрос. Можно ли выехать в Чехию на основании пакета документов на предпринимательскую визу или вид на жительство? Потому что виза дается до года, максимально на 12 месяцев, именно наклейка в паспорт визовая. А вид на жительство дается на 2 года. И в консульстве можно подать сразу на вид на жительство. Но сейчас сделать это в консульствах Чехии и в любой стране практически нереально. То есть для того, чтобы подать документы, нужно записаться. Терминах, как правило, нет. Даже если термины есть, и человек успешно записался и подал документы, там будет собеседование. И очень мало кому за последние, даже не побоюсь сказать, 5-6 лет давали с первого раза в консульстве визу с целью ведения предпринимательской деятельности. Именно как частного предпринимателя. То есть существует еще очень много отказов? Очень много отказов. Практически стопроцентные отказы. Почему? Потому что не верит консульство Чехии в то, что иностранец действительно будет заниматься этим видом деятельности. Либо этот иностранец, он просто не смог подтвердить. Ну, например, хочешь? Конечно. Например, человек говорит, я строитель, делаю евроремонты, хорошо знаю свою профессию, умею, гипсокартон, штукатурка, покраска, ремонт и тогда плитка, все что угодно, ламинат, все что угодно. Я буду заниматься этим видом деятельности. Консульство говорит, хорошо, покажите нам вашу регистрацию. Отлично, человек сделал регистрацию. Он, кстати, может это сделать, не находясь в Чехии, по доверенности. То есть, предоставит пакет документов, здесь ему по доверенности кто-то пойдет в этот орган, зарегистрирует, получит подтверждение регистрации без регистрационного номера. Дальше консульство спросит, у вас есть необходимая сумма на счету, для того, чтобы вы первое время, вы работаете на себя, то есть у вас не будет зарплаты. У вас, как у тебя, не будет там 15-го числа следующего месяца зарплата за предыдущий месяц. Значит, вам на то, чтобы раскрутиться, нужна какая-то необходимая сумма. Размер этой суммы они устанавливают в законе. Соответственно, покажите эти деньги на счету. Человек положил деньги на счет, внес, оставил их там. Снимать нельзя, кстати, потому что, если вы снимете, потом могут попросить предоставить выписку со счета с историей за последних 2-3 месяца. А там будет видно, что человек внес 100 тысяч, там, рублей, гривен, евро, ту сумму, которая требуется. И потом ее снял. А когда консульство через 2-3 месяца попросило предоставить эту выписку, он снова их внес. Понятно, что эти деньги не его, он их где-то взял, одолжил там. Это все видно, я так понимаю. Да, и получается, консульство уже имеет повод для отказа, потому что считает, что у человека просто не хватит первоначального капитала, средств для того, чтобы он начал здесь работать, оплатил проезд, оплатил страховку, оплатил еду, квартиру и так далее, и так далее. Отказ. Поэтому, отлично, сумма на счету есть, внесли, заморозили, оставили ее там. Дальше консульство скажет, но покажите нам, это, кстати, самое главное во всем этом пакете документов, покажите нам договора. То есть вы говорите, что будете делать ремонт и квартир. Покажите нам уже готовые договора либо намерения, то есть договор о договоре будущем, смлова о смловой боруции. То есть уже в чешской стороне. Конечно. Покажите нам договора, вот кому вы будете делать, с кем вы будете работать. Например, работа предусматривает, вы будете делать гипсокартон. Покажите нам, где вы планируете его покупать Сколько стоит лист гипсокартона Сколько вы будете брать за метр Сколько вы будете брать за свою работу И сколько вы планируете на этом зарабатывать Если не будет заказов, что вы будете делать То есть дальше уже идет собеседование, на котором задаются все эти вопросы И когда человек говорит, я буду делать ремонт Буду людям делать гипсокартон Значит я буду за это брать 10 евро или 300 грамм за квадрат Вот у меня уже есть 10 заказов Я точно знаю, что у меня уже есть этот заказ Если это не подтвердить документами То есть какими-то договорами, контрактами Они могут спросить, где у вас будет мастерская Где вы будете хранить свои какие-то инструменты и так далее То есть они будут задавать всякие каверзные вопросы И если человек будет плавать хоть одном из этих вопросов Они ему откажут И именно так происходит на практике Именно поэтому человек собирает идеальный пакет Вроде все предусмотрел, деньги не снимал Заморозил, показал, что у него есть накопленные средства для переезда в Чехию Отказ Потому что где-то он что-то не предусмотрел Где-то эти договора он сделал номинально с той фирмой Которая никогда в жизни не платила налоги Ну то есть есть фирма, которая здесь там подрядчик И она взяла на ремонт 20 квартир И естественно она ищет суд подрядчиков То есть тех людей, которые будут делать Например, кто-то будет делать гипсокартон Кто-то будет красить стены Кто-то будет класть плитку Поэтому она ищет исполнителей, кто будет это делать И потом оказывается, что эта фирма не заплатила ни одной коронной налогов У нее нет ни одного сотрудника Но зато есть договор, согласно которому Вот она человеку предоставит возможность делать в этих квартирах гипсокартон Все, ну то есть как бы белыми нитками шито По мнению консульства И они отказывают То же самое приведу пример, когда человеку Он говорит, я буду заниматься детской одеждой То есть я этим занимался в России Здесь я буду продавать детские вещи Собрал все документы, помещения По распоряжению Министерства внутренних дел Полиция по делам иностранцев Цезанецкая полиция, которую все так боятся и знают Пришла проверить это помещение Магазин будущий детской одежды А помещение заколочено досками Написано идет ремонт Человеку отказали И сказали, вот когда откроетесь Вот тогда То есть вы откроетесь, покажите Но есть и плюс Что когда у человека спрашивают Почему мы должны вам дать эту долгосрочную визу Или вид на жительство С целью предпринимательства Естественно Он должен обосновать И в принципе это Помогает ему Что именно он должен там находиться То есть если бы это была фирма То там можно нанять бухгалтера Можно нанять секретаря Можно нанять сотрудников Сотрудников, замдиректора и так далее Но когда он ЧПшник Это единственный вид деятельности Когда он должен сам находиться Он может не иметь сотрудников И сам выполнять свою деятельность Поэтому он сам и просит визу И вот если эту визу дадут Мы возвращаемся к тому вопросу Который задавали твои подписчики Если ему эту визу дадут То конечно же он может Дальше подавать пакет документов С жене и ребенку Либо детям На воссоединение с собой Либо может это подавать одновременно То есть себе на предпринимательскую визу С жене и детям Но сразу говорю Этого не делайте пожалуйста Потому что если откажут вам По какой-то причине что-то им не понравится Не поверят в то Что вы будете заниматься Предпринимательской деятельностью То автоматом откажут жене и детям И все получат эти отказы И это в общем-то плохо для визовой истории Круто Развернутый ответ Отказы сыпались последних 5 лет Кто-то массаж делал Кто-то ногти Кто-то был гидом Кто-то переводчиком Разные виды деятельности И почти всегда были отказы То есть я не знаю ни одного положительного ответа Ну реально за последнее время Иначе бы все так выезжали Никто бы не хотел Заморачиваться Искать посредников И делать пакеты документов Себе на Сначала по режиму Украина Теперь это квалифицированный работник То есть сделаны получаются такие этапы Что нужно пройти самых низов А там уже дальше Переходить уже В работу самого на себя Вот в том-то и дело Если вы спрашиваете Как выбраться в Чехию В целом То конечно же Сейчас вариант Тот который работает Это трудовая карта Ну а дальше В зависимости от страны Украина Квалифицированный работник Ну потому что там вас Самого запишут Там не знаю Россия Просто трудовая карта Или МОК Синяя карта Кстати тоже А потом уже здесь Вы можете начать заниматься Параллельно предпринимательской деятельностью Как раз давай сейчас об этом чуть-чуть поговорим На моем примере Я работаю на заводе Зарабатываю примерно 20 тысяч крон И хочу открыть предпринимательство Могу я это сделать? Да, ты уже находишься здесь По визе Или имеешь вид на жительство Поэтому можешь А хорошо И сразу получишь регистрационный номер Все, ты не турист Какие документы для этого нужны Чтобы оформить мне Частного предпринимателя? Для этого необходимо Прежде всего Предоставить справку о несудимости Из той страны Где у тебя Постоянное место проживания Либо было Постоянное место проживания Перед переездом в Чехию То есть в данном случае Ты переехал из Украины Нужно предоставить справку о несудимости Не старше трех месяцев От даты выдачи Из Украины Если бы ты Перед этим Жил больше Или около 6 месяцев В Польше, например Ну как многие Начинают с Польши Потом меняют страну на Чехию Тогда нужно предоставить Справку о несудимости С Польши Переведанную судебным переводчиком На чешский язык И эта справка должна быть Не старше трех месяцев Справку о несудимости Не нужно предоставлять тем, у кого здесь уже ПМЖ, либо по-чешски тревалый побыт. Потому что уже им неинтересно знать, что было там в стране твоего проживания перед переездом в Чехию. Хорошо. Дальше еще какие документы? Регистрационный сбор в размере 1000 крон. Заполнить анкету. Часто сами сотрудники регистрационного органа, то есть живностенского, заполняют эту анкету. Куда я иду? В Живностенский Уржат. То есть орган государственного управления, который называется Живностенский Уржат. Он, в принципе, это понимание находится в левом городе. Он есть в каждой части Праги. Если это столица, Прага разделена на районы части. Прага-1, Прага-2, Прага-10. В каждой части, в каждом районе Праги есть свой регистрационный орган. И, естественно, если это маленький населенный пункт, там есть, будем говорить, магистрат этого города, где обязательно будет отдел, который занимается регистрацией предпринимателей. Добавлю, что можно обращаться в любой Живностенский Уржат вне зависимости от вашей прописки. То есть, если вы живете в Праге, вы можете Живностенский зарегистрировать вкладну. И наоборот. То есть, нет привязки к территориальной принадлежности по прописке. Какие-то еще с документом нужны, или это все? Вот, зависит от того, какой вид предпринимательской деятельности будет. Помнишь, мы говорили в самом начале, отвечали на вопрос твоих подписчиков, что есть четыре вида. Так вот, если это свободный вид деятельности, а их чуть больше 80, свободных видов предпринимательской деятельности, то больше никакие документы не нужны. Если это ремесленный вид предпринимательства, кто такие ремесленники? Это парикмахеры, какие-то люди, которые что-то делают руками. Но все эти виды, так понимаю, есть в интернете, их можно посмотреть, открыть и уже определиться с этим. Да, есть список. Все это, о чем мы говорим сегодня, регулируется законом и уже в Живностенском подникании. И в приложениях к этому закону есть списки этих видов деятельности. Посмотрите тот вид деятельности, которым вы планируете заниматься, куда он относится. К свободным видам, либо к ремесленным. Есть еще концессия, лицензия. То есть перевозка пассажиров и грузов, это уже концессия, это лицензия. Продажа алкоголя, отеля, это все концессии. Тураненство, я так понимаю, тоже. Тураненство. Окей, Саш, а перейти, могу я сразу, допустим, на предпринимателя? Надоело мне работать на заводе, хочу работать на себя. На себя, да. Все, баста. Что мне делать? Вот раньше все так и делали. Были изменения, согласно которым перейти, потом можно было через два года. Потом, чешскому, правительству это не понравилось, и они внесли дополнительные изменения. Поменять вид своего пребывания ты можешь через пять лет. То есть дополнительно ты можешь работать прямо сейчас. Но поменять через пять лет. Но те люди, которые сюда приехали по воссоединению, они могут перейти раньше. Нужно посмотреть в законе. Это сделано для того, чтобы не получилось, что люди приезжают сюда на работу, а потом понимают, что платить отчисления в пенсионный фонд 2 500, это намного меньше, чем, например, получать 30 тысяч зарплату, из которой 10 уходят на налоги. Ну да. Ну или там 15. Соответственно, им выгоднее работать на себя. Саша, а еще такой вот момент. Я слышал, что многие, ну, например, сварщики, да, есть, работают на заводе и не хотят работать на ту ставку, на которую там они работают, получают эти там мизерные для них деньги и хотят работать на себя. Можно ли, допустим, переделать этот вариант предпринимательства как на себя в том же заводе? Понятен вопрос. Очень часто работодатель говорит, что я тебе плачу грубую зарплату, чистую зарплату, разница между ними уходит на налоги государству. Но, если бы ты ко мне пришел выполнять ту же самую работу, скажем, сварщика, но как ЧПшник, как частный предприниматель, то для меня, то есть для него и для тебя это выгоднее. Почему? Потому что ты платишь фиксированные отчисления, там, через год подашь декларацию, но он тебе из-за того, что ему не приходится за тебя платить налоги большие, он тебе готов платить в час за ту же самую работу больше, либо готов перевести тебя на отдельную работу. То есть раньше ты работал просто по часам, а теперь ты знаешь, что чем больше ты сегодня сваришь, ты работаешь на себя, тем больше ты заработаешь, да, потому что ты уже как ЧПшник не зарплату получаешь, а выставляешь счет-фактуру работодателю, где расписываешь, сколько ты сделал, и он тебе платит уже за объем. Для тебя это выгодно, для него тоже это выгодно, но есть нюанс, это будет считаться нарушением, если это в итоге не будет выглядеть как предпринимательская деятельность, а как регулярное выполнение работы. Ну то есть если вы договоритесь так и ты будешь так же ходить с 6 утра до там с 6 вечера те же самые часы, то же место, регулярно, каждый день выполнять ту же работу, которую ты делал как сотрудник, это может быть расценено как обход закона, потому что он в таком случае платит меньше намного налогов, а ты намного больше получаешь. По сути, те налоги, которые он недоплатил государству, ты можешь получить как вознаграждение за свою работу. Так вот, вот эта система называется Шварц-систем, был такой предприниматель Шварц, который в общем-то подумал, а зачем мне держать 100 сотрудников и каждому платить зарплату и за каждого платить там, ну скажем, 10 тысяч крон налогов. Я лучше каждого оформлю как ЧПшника, они сами за себя будут платить отчисления в пенсионный фонд, это их пенсия, это им надо, ну и они обязаны в общем-то. А я лучше тех 10 тысяч, которые сэкономил на налогах, лучше из них 5 тысяч сверху дам людям. Так вот, это нарушение закона, дядька и вот по нему назвали это Шварц Систем и в общем-то опять же уряд працы и живностенский уряд проверяют этот момент. То есть, если ты продавец в магазине и ты каждый день ходишь на работу и тут ты вдруг стал ЧПшником и твоя предпринимательская деятельность заключается в том, что ты тот же продавец, но уже как ЧПшник, хотя ты работаешь на кого-то, это не твой магазин, у него все равно есть владелец, твой работодатель, то вот это как раз и будет Шварц Систем и в принципе есть плохая новость, что штрафы за это достаточно большие, десятки миллионов крон. Если живностенский это докажет, то есть, если они увидят, что это показывает признаки регулярного посещения рабочего места и в принципе предусматривает трудоустройство тебя по контракту, а не как ЧПшника. Поэтому можно так работать, если это не постоянно, сдельно, если ты работаешь в разных местах, то есть два дня ты сварщик на одном заводе, два дня ты сварщик на другом заводе, ночами таксуешь, то есть вот так вот комбинируешь и получается, что ты ничего не нарушаешь, ты крутишься, ты и есть предприниматель, потому что предпринимательская деятельность это деятельность на свой, значит, термин, да, у нас там в учебнике был, деятельность осуществляемая на свой риск и страх за счет твоего свободного времени с целью получения прибыли. Саш, тебе большое спасибо, очень развернутое дал интервью, ответил на все вопросы наших подписчиков, я думаю, если вдруг что-то где-то осталось, вы можете писать в комментариях, опять же, много информации, ребят, в интернете, каждый случай, он индивидуальный, сразу скажу, Саша не является прям супер специалистом адвокатом, который вам сделает лицензию, который решит все ваши головняки, все ваши вопросы, расскажет по индивидуальным моментам, как быть в той или иной ситуации, но общая информация дана, общая информация полезная, поэтому всем, ребят, спасибо, я надеюсь, это видео было для вас полезным, поэтому поддерживаем это видео лайками, делимся этим видео с вашими друзьями, кому интересна эта тема, задаем вопросы в комментариях, постараемся ответить, по максимуму, да, всем удачи и спасибо за то, что были с нами, до новых встреч в новых выпусках, пока-пока, пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok